Микс Ньюс Здравствуйте, все, кто нас слушает. Сегодня день добрых дел на Радио Болтком. В эфире программа «Зелёная лампа». Еженедельная программа для тех, кому нужна наша помощь. А тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. Вот вы здесь сейчас все соединяйтесь вместе. Ведут её сегодня Ольга Авдеевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. И в студии у нас интересный гость – это актёр Анатолий Фечин. Актёр Рижского русского театра драмы имени Михаила Чехова. Здравствуйте. Здравствуйте. И напомним, как устроена наша программа. Существует проект «День добрых дел» на Радио Болтком уже несколько лет. И этот день растягивается на всю неделю. То есть каждый день на Радио Болтком – День добрых дел. Программа «Зелёная лампа» сотрудничает с благотворительным фондом Be Open, куда обращаются, ну, в основном, конечно, родители больных деток, которым нужна срочная помощь на оплату лечения или операций, или жизненно важных каких-то реабилитаций. Специалисты фонда открывают специальный счёт, юристы фонда оформляют документы. И во вторник мы рассказываем историю определённой семьи. Но прежде чем рассказать эту историю, мы едем в эту семью. Это иногда просто там в самых дальних уголках Латвии происходит. Да, мы объездили благодаря этой нашей программе «Зелёная лампа», наверное, всю Латвию от одной границы до другой. И самое главное, что на неделю для этой конкретной семьи подключен благотворительный телефон. Наш благотворительный телефон 93006384 – это 1 евро 42 цента за звоночек. Вот конкретно на этой неделе помогает двум мальчикам, двум братьям – Рихарду и Райва Гринволдам. Оба мальчика – аутиста. То есть в одной семье случилось так, что два ребёнка – аутиста. И в этом году мама впервые, впервые отважилась обратиться за помощью. Старшему братику 13 лет. И мама честно сама для себя призналась, что нет у неё этой возможности, чтобы еженедельно обоим мальчикам оплачивать необходимую для аутистов реабилитацию. Всего на двоих детей семье на год нужно 5000 евро. Стоимость одного занятия со специалистами – 25 евро. А мальчиков – двое. И поэтому мы просим вашей помощи. И это даже не единственные занятия, это только часть курса терапии и реабилитации. То есть мамы детей и аутистов хорошо знают, как это тяжело. Когда в семье их двое, это просто иногда невыносимо бывает. Наш телефон 93006384. Стоимость звонка – евро 42 цента. И здесь, если вы сделаете этот звонок, вы знаете, что он попадёт в нужное место и кому-то поможет. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях актёр Анатолий Фечин, актёр Рижского русского театра имени Михаила Чехова. И вот только что недавно, 137 сезон театра открыл. День рождения был у театра, 136 лет. И 137 сезон открылся премьерой спектакля «Канкун» в постановке Сергея Голомазова. В этом спектакле играет Анатолий Фечин. Вот расскажите, Анатолий, спектаклю предрекают, что он станет хитом нашего театра на несколько сезонов. О чём этот спектакль? Я вот сначала бы хотел сказать немножечко о помощи. Хотел бы обратиться ко всем, наверное, в основном это автомобилисты. Которые слушают сейчас нашу программу. Давайте сделаем это сейчас, потому что я за собой замечал, что иногда ты думаешь, что ты поможешь, пытаешься запомнить номер телефона, и потом понимаешь, что ты его, естественно, забыл, время прошло, какие-то заботы навалились. Но давайте остановимся, тормознём, потому что тормознём, наберём этот номер и поможем. Но те люди, у которых есть такая возможность, я думаю, что должны это сделать, потому что помогать другим очень-очень важно. Люди, давайте. Возвращаясь к Канкуну. Возвращаясь к Канкуну, да. Вас, например, директор театра Дана Бьёрк сказала, что вы звезда вот этого премьерного, очень успешного спектакля. Я думаю, что звезда Вероника Плотникова, ей от меня огромное сердце. Не знаю, вообще-то мне кажется, что у нас такая очень слаженная команда. Нас четверо человек. Очень бы хотелось, чтобы этот спектакль стал, как вы говорите, хитом. Вроде бы посещаемость пока что хорошая. Я надеюсь, что она такой продлится, что мы побьём какие-то рекорды. Но всё равно это не цель. Основная радость – это общение с коллегами, с любимыми. И когда какой-то спектакль строится, всегда выстраиваются дополнительные взаимоотношения. Эти люди с тобой становятся буквально родными тебе. И ты начинаешь любить их, как свою семью. И поэтому, приходя на каждый спектакль, чувство очень хорошее. Это самое главное. А отдача от зрителя какая-то? Как вы это чувствуете? У меня там больше комедийная направляющая. И это слышится по смеху. Поэтому Веронике в этом смысле сложнее. У неё более драматическая роль. Она, наверное, не слышит слёз зрителей в зале. Хотя я предполагаю, что их должно быть много. Плачут тихо, да? Ну, конечно же. На взрыве нет, такого ещё пока не было. Вы знаете, из одной рецензии, как говорят, что женский смех в зале слышится чаще, чем мужской. То есть, женщины ваших персонажей опознают, да? И именно благодаря Анатолию Фечину. И почему-то говорят, что его мужчин дамы узнали и приняли на ура. То есть, у вас не одна роль там? Там хитрость сюжета состоит в том, да, что мы все, ну, нас четверо. Вероника Плотникова, Ольга Никулина и Родион Кузьмин Рейзвих и я. Мы втроём играем под Верули, а Вероника играет одну роль, ну, на протяжении всего. Ну, это сложно и долго объяснять, и, может быть, я даже не смогу это сделать. Лучше прийти посмотреть, чтобы понять, почему-то. Мы заинтригуем радиослушатели. То есть, получается, что героев в спектакле больше, чем действующих лиц в программке, да? Да, да. Ну, фамилии героев остаются прежними, но меняются их характеры и их биография. Ипостаси. Да. А о чём этот спектакль? Вот как вы можете сформулировать? Канкун. Вот Сергей Галамазов, мне кажется, Сергей Анатольевич Галамазов, наш художественный руководитель и режиссёр этого спектакля, мне кажется, очень точно определил этот спектакль о бытовом насилии. Не бытовом, как человек, который с тобой находится близко всю жизнь, как он может каким-то одним поступком, о котором ты даже не знаешь, поменять твою судьбу. Может быть, в хорошую сторону, в плохую, мы не знаем. Но из желания сделать, выстроить свою судьбу, меняет судьбы ещё окружающих людей. И они этого, может быть, и не понимают. Но оказывается, что их бы жизнь сложилась совсем по-другому, если бы не какой-то маленький нюанс. Вы знаете, я, конечно, за уши сейчас притяну эту мысль к нашей программе, но, в принципе, в общих чертах так оно и есть. Даже одним своим звонком по нашему благотворительному телефону каждый наш радиослушатель или читатель, который прочитает эту информацию на нашем сайте MixNews, он тоже может поменять, ну, не то что судьбу, да, но улучшить жизнь, да, улучшить качество жизни конкретных людей. И на этой неделе это семья, которая живёт в Имонте. Мама Заны, прабабушка Бригитта, это бабушка мамы. Двое мальчиков, 13 и 6 лет, которые аутисты, и папа. Это, конечно, как сказать, ежечасный родительский подвиг, потому что дети-аутисты, это, ну, как инопланетяне, они не хорошие, не плохие, они просто очень другие. Моментами они неуправляемые, моментами они разрушители. Они в быту просто бывают невыносимы. И вот этим родителям приходится ежечасно вкладывать вот свою любовь, терпение, понимание, методично заниматься этими детьми для того, чтобы научить их как-то немножечко приспособиться к нашей жизни. Я хочу добавить, ещё приходится справляться с тем, что в обществе у нас не всегда принимают таких детей, да, то есть куда-то с ними пойти, это страшный стресс для родителей, да, потому что многие не понимают, что ребёнок болен, а думают, что он просто плохо воспитан, да, почему он кричит, почему он кружится, почему он делает не так, как надо. И вот это вот всё тоже очень тяжело. И жизнь мамы, и ребёнка-аутиста, это постоянный стресс и усталость, напряжение. Вот за ней она крутится, как белка в колесе. Мы смогли с ней встретиться только поздно вечером. И вот понимаете, ещё стресс у этой мамы от чего? Что она знает, что ей нужны занятия, чтобы вот этот ребёнок, например, там в свои 9 лет научился брать ложку и понял, что ложкой можно взять кашу и положить её в рот. И этому, этого ребёнка надо учить несколько лет. И занятие ABA-терапией, это вот такая специальная терапия, которая помогает. Абботерапия. Да, ABA-терапия, ну, по-русски говорят Абботерапия, да. И социальная педиатрия, то есть такая методика. Вот у неё на одного сына в неделю нужно 50 евро, а на двоих 100 евро. Вот ей их надо ввести, а вот этих денег нет. А пропустить нельзя, потому что тогда сразу идёт регресс и откат. И если, вот поэтому мама и обратилась в благотворительный фонд, и благотворительный фонд заключил договора вот с медицинским центром, что когда соберутся деньги, деньги перечислятся, то и мама, по крайней мере, вот эта тяжесть у неё с плеч упадёт, она не будет думать, где ей каждую неделю нужно достать вот эти 100 евро, чтобы оплатить занятие малышей. Детям чуть-чуть больше внимания и теплоты, и ласки, конечно. Да, конечно. И чуть-чуть отдохнуть, может быть, от этих мыслей, да. Вот, папа там, они очень много работают, стараются там всеми способами всё это сами обеспечить. И, как она сказала, мы вообще не хотели ни у кого ничего просить. Есть люди, у которых ещё тяжелее ситуация, но вот решились, потому что, ну, ради детей. Ради детей это нужно делать обязательно. А то, что это помогает, вот такой факт. Когда родился старший мальчик Раевой, ему 13 лет сейчас, они занимались и делали всё возможное для него. Но он не говорил, вообще не говорил, вообще. И вот только недавно, буквально, благодаря этим занятиям, он стал говорить первые слова. И она сидит вот напротив нас. Вдруг начинает плакать. Да, и у неё слёзы в глазах. Думаю, что она нам расскажет, да? Она говорит, что вот недавно он ко мне подошёл и сказал, Заны, я тебя люблю. Она говорит, я чуть со стула не свалилась, потому что, ну, вот, ребёнок не говорил. То есть он всё понимает. Он, как она говорит, он у нас такой интеллигент и аристократ. Он научился. Его научили. Он прекрасно кушает. Он хочет накрыть стол, красивую салфетку, возьмёт вилку и нож, какой-то фарточек повяжет. А второй, вот, который маленький, он абсолютно другой. То есть там совершенно другой рисунок поведения. Он не понимает. Он ест руками только. Он не понимает, что вот зависимость. Да, да, да. И, к примеру, вот эти занятия социальной педиатрии. Ребёнку дают песок разноцветный, совок. И как-то там под музыку. Специалист долго-долго с ним занимается. И таким образом отрабатывает, что вот этим совком можно взять песок, что можно взять ложку, а ложкой взять кашу. И вот так маленькие результаты, очень тонко. Маленькие результаты, шаг за шагом, они, конечно, ведут к улучшениям, и без них вообще нельзя. Да, но это безумное терпение должно быть. Да, безумное. Но и даже не столько терпение, сколько мы на неё смотрели с Олей, и просто мысль отчётливая, что сколько же там любви в этих людях, в этом человеке. И она сказала, я их так люблю, они другие, они не такие. Конечно, все хотят здоровых детей. Но вот мы так любим этих мальчиков. На второго они решились, потому что нам все говорили, ну надо, чтобы вырос второй ребёнок, и будет поддержка первому. А видите, как получилось. А второй получился ещё тяжелее, чем первый. То есть тот же аутизм, только ещё более тяжёлая степень у него. И вот теперь у них двое. Но это любимые дети. И она сказала, никогда их не оставлю. Она совсем молоденькая, очень красивая такая девушка. Вот и... Люди, давайте поможем. Скажите ещё раз номер телефона, пожалуйста. 9-3-0-6-3-8-4. Евро 42 цента, маленький звоночек. И все эти звонки собираются в большую помощь. На год можно оплатить занятия этим мальчиком из очень хорошей семьи. А наш гость, актёр Анатолий Феичин, многодетный отец. Да. Вас строят детей, да? Да. Расскажите, какого возраста? Старшему 14 лет, Тимофею Агате 8-7. Ну будет вот 10 ноября 8. С наступающим днём рождения. Ну да, можно так сказать, спасибо. Поэтому мы уже, готовясь к днём рождения, уже как-то присвоили ей восьмёрку к возрасту. И Филипп ему 5. Исполнилось 2 недели назад. Не так очень близко. Вот вы хороший отец? Как вы сами себя... Ой, знаете, это же покажет время. Не знаю, я, конечно, бы очень хотел, чтобы дети сказали, что у нас хороший отец. Я думаю, что разный. Я стараюсь, но не знаю даже, насколько я прикладываю все усилия. Нам кажется, хороший. Ну, это бы очень, да, хотелось. Да, похоже. А скажите, вот такой вопрос каверзный. Мы часто задаём. Кто кого больше воспитывает? Вы детей или дети вас? Наверное, я детей. Ну, в смысле, мы. Всё-таки, да? Ну, да, думаю, что... Ну, да, нет, наверное, что мы воспитываем друг друга в разных направлениях. Они нас терпению, какому-то, может быть, вниманию, а мы их каким-то правилам. Вообще в семье все друг друга, в общем-то, воспитывают. Да, и даже не в семье, наверное, а вообще в жизни. Уроки, но в семье особенно. И друзья, и работодатели, они же и работники, все друг друга пытаются воспитывать. А как, если конфликтная ситуация, как вы её решаете? Наказанием или там улыбкой, или юмором? Ну, по-разному. Иногда и наказанием, иногда и улыбкой. Иногда просто какой-то поддержкой, если меняем, в общем. Такая рандомная система. Таких готовых формул, правда? Ну, нет, конечно, нет. У вас театральная семья. Да. То есть и вы, и ваша жена, вы актёры. Вот театральная семья, она как-то отличается от обычной нормальной семьи? Ну, графиком, я думаю, очень сложно, потому что, если много спектаклей, вечера обычно заняты, а дети вечерами приходят из школы, из садиков, им нужно общение с родителями. А если там, скажем, 20 спектаклей в месяц, получается, что 20 вечеров тебя нету. Это если не считать там каких-то репетиций или ещё чего-то. Но они в театр к вам ходят? Ну, дочка, например, занята даже в спектакле. О, да? Альбом, да. Там небольшая роль, она выходит как... Агата. Да, Агата. Девочка, которая якобы находит своего отца, но потом выясняется, что это не его отец. Ну, в общем-то, такая, ну, небольшая история, но, да, мы с ней вместе выходим на поклон. И в тот момент комок в горле, слёзы на глазах, какая-то такая... Она мечтает об актере? Скорее, пока ещё она не определилась, но, да, возможно, что, да. Она из таких открытых и готовых на эксперименты людей, ну, думаю, что возможно. Ну, я... А младший Тимофе... Младший Филипп, он на детские спектакли, вы его водите? Ну, да, стараемся, да. Что он любит? Какие сказки? Мы сейчас посоветуем нашим... Сказки, ну, сложно сказать. Это... Его, скорее, впечатляют какие-то ситуации, ну, вот конкретно. Вот что-то произошло, там, несправедливость какая-то, или наоборот, какая-то проявление доброты, или агрессии, или что-то, вот что-то его может задеть. Конкретно так вот сказать, чтобы... Сказку, вот у него раньше был любимый мультфильм, ну, один из, наверное, любимых «Колобок» из «Горы Самоцветов», там такая песенка «Прилипчивая», и он её пел, пел. Вот недавно ему какой-то был перерыв, я ему поставил, говорю, смотри, это твой мультфильм, он так как-то уже скептически на это смотрел. Ну, видимо, да, взрослел. Перерывались уже эти проблемы, связанные с «Колобком». Мы продолжим эту тему через несколько минут. Напоминаем, что наш телефон благотворительный 9306384, евро 42 цента за звоночек, работает на этой неделе, всю неделю, до следующего вторника, для двух мальчиков, 13-летнего Раева и 6-летнего Рихарда. Это братики, и у них у обоих диагноз аутизм. Мальчики живут в Риге и очень нуждаются в нашей помощи. 9306384. А сейчас небольшой перерыв на рекламу. Оставайтесь с нами, скоро продолжим. Мы продолжаем программу «Зелёная лампа», программу о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. И на этой неделе наша помощь нужна двум мальчикам, двум братикам, братики-аутисты оба, Раева и Рихард Гринвальд, и они живут в Риге. И очень-очень нужна помощь на оплату годового курса для обоих мальчиков. И этот курс стоит полностью для двоих 5000 евро. Это занятие ЭБИ-терапии и курс социопедиатрии, чтобы улучшить их поведение и чтобы улучшить их отношения с этой нашей жизнью. 9300-6384, евро 42 цента за звоночек. Это наш телефон. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня очень интересный актёр Анатолий Фечин. Отец троих детей. Да, вот мы об этом говорили в первой части программы, а сейчас мы хотим с вами о театре поговорить. Давайте рискнем. Вот вы окончили школу-студию МХАТ. Это, в общем-то, очень особенное такое театральное высшее учебное заведение. И недавно известная актриса Яна Секст, которая рижанка, поставила такую фотографию красивую. Она там юная и вы вдвоём. Тоже юная. Да, и она написала, что это мой экзамен, который я сдавала 20 лет назад. Я тогда сдала на 5, а теперь я сама педагог, и мои студенты тоже сегодня сдавали экзамены. Я поняла, как это сложно и какая-то огромная ответственность запредельная. Вы помните тот свой экзамен, который вы сдавали с Яной? Тот... Отрывок. Нет, отрывок, конечно, помню, да. Это был Гончаров обрыв. Ну, вот представляете, помните. Ну, нет, такие-то, конечно, вещи, они не забываются. Там много было поток, крови и так далее, да, там что-то не получалось. И мы привозили же сюда его даже, может быть, это фотография, кстати, и даже из нашего театра. Мы показывали, ну, как вот делали отчётную работу здесь. Помню, помню. Вот Гончаров обрыв, да, среди ваших спектаклей, в которых вы играли, был из классики «Вишнёвый сад», да, был «Женитьба», «Двенадцатая ночь», «Варшавская мелодия», в общем-то, тоже классика советская. А сейчас вот театр очень много экспериментирует с формами, различными там интерпретациями, новым театральным языком. Классику ставят сейчас меньше? Как вам кажется, вот нужна она или, может быть, уже не так актуальна? Мне вообще-то кажется, что нужна, но тут большой вопрос во взгляде. Мне безумно понравился спектакль «Кайри Шамуму». Это же достаточно простая, казалось бы, история. Совсем, да. Но вот для меня они сделали это так трогательно, так по-честному, и это был другой взгляд на «Муму». Просто вот у меня восторг вызвался слезами на глазах. А когда в такие моменты смотришь, как люди на поклонах кланяются, понимаешь, ну, прям слёзы выступают, и им завидуешь по-доброму, что они вот принимали участие в такой работе. Ну, король лир. Я там занят, правда, поэтому мне сложно судить, но вроде бы тоже достаточно неплохо получилось. Вот вы сказали трогательно до слёз. А, скажем, если вот такой личный вопрос, что вас могло тронуть до слёз, может быть, заставить плакать, может быть, я не знаю, какие-то детские воспоминания, книга, фильм, мультик, какой-то случай? Сейчас отношения, взаимоотношения отцов и детей, вот это, наверное, самая главная, самая ранимая кнопочка. Ну, как в хорошем смысле, так и в плохом. Ну, то есть и негативные, и позитивные эмоции. Всегда реагируют, да? Всегда, да, организм реагирует как-то моментально. То есть король лир? Ну, нет, вы про это говорите? Нет, вообще, конечно. Нет, вообще вот в жизни в первую очередь это, конечно, дети. Дети. А в одном из интервью, вас выдавали с женой семейное интервью, и она сказала, что вы ездили в детский дом, отдавали какие-то вещи, одежду своего сына, и у неё есть такая мысль, что, в принципе, она бы готова была и хотела бы адаптировать ребёнка из детского дома. Да, такая мысль нас не покидает. У вас же уже своих-то трое? Ну, да. Но я думаю, что это сложно сказать. Дети всё-таки, как бы это банально ни звучало, цветы жизни. Они очень сильно стимулируют. Во-первых, ты сделаешь, ну, наверное, хорошее дело по отношению к человеку, которому не очень легко. Ну, спасёшь даже, наверное. Да, возможно. Ну, да и потом, ну, вот старшему 14, я же уже прекрасно вижу, что он начинает самостоятельно выстраивать свою жизнь, и он начинает потихонечку от нас отталкиваться, отдаляться. Да, наше мнение ему уже не столь авторитетно, и это нормально. Энергии пока что у нас ещё есть, силы и любви, я думаю, что… То есть это не исключено? Не исключено, нет. Ну, просто вот сейчас… Это душевная такая потребность? Душевная потребность, да, есть. Но сейчас вот у нас младшему 5 лет, и он каждую ночь просыпается и зовёт маму. И, конечно же, ну, то есть это уже 5 лет происходит. Кто-то из нас подходит, ну, в основном, конечно, Даша, ну, супруга моя, как-то успокаивает его. Ну, он не то чтобы плачет, просто зовёт. Вот ему нужно… Ну, приснилось, может быть, что-то. Да, 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 да. Но это происходит каждую ночь. Можно, наверное, на пальцах пересчитать ночи, когда этого не было. И это, конечно же, ну, выматывает немножечко. Вот когда он это перестанет, успокоится, это будет, может быть, толчком. Да, потому что сейчас, ты понимаешь, всё равно, что это пол-40 минут из ночи выдернуты. И, конечно же, вот я думаю, что это основная пока сейчас у нас… Ну, основной барьер, потому что силы уходят на то, чтобы ночью просыпать. Ну, мы, по-моему, желаем, чтобы все ваши велиния, желания души, они исполнялись. Да, желание такое есть. Я ничего не хочу обещать, но очень надеюсь, что это произойдёт у нас. Анатолий, а давайте вот вернёмся к школе-студии МХАТУ. Вы же учились. Вот кто были люди, которые повлияли на вас лично и на ваш выбор профессии, может быть, и в профессиональном, и в личном плане? Учителя, да. Которые повлияли на выбор этой профессии? Ну, вы можете отвечать на любую часть вопроса. На профессиональном плане, на вас, и в личном, в человеческом. Я занимался здесь, в театральной студии «Камертон» Людмила Иосифовна Станчик. И вот, наверное, это было моё первое соприкосновение с театром, со сценой, и как-то мне это запало. Потом перестал, но потом приехал Олег Павлович Табаков для того, чтобы набрать для поддержания русской культуры в Латвии 12 человек. Мы там отучились в совмещенный курс с российскими. При театре это всё было? Ну, как бы это почти одно помещение. Да, мы ходили в столовую, в театр, видели великих актёров, как-то с ними общались. Мне даже посчастливилось быть занятым, будучи студентом, в двух спектаклях «Амадей» с Олегом Павловичем Табаковым, Сергеем Безруковым и Евгением Добровольским. Да, там был очень, ну, это был хороший очень опыт. Мы даже приезжали на гастроли в Ригу сюда. Ну, там роль-то небольшая, но, ну, то есть, даже такая массовка. Но, тем не менее, посмотреть, как мастера работают, это всегда очень полезно. Михаил Андреевич Лобанов – это второй педагог, который, ну, тянул все эти четыре года, ну, нас весь курс, в смысле, ну, просто двигал, давал нам энергию, давал нам основы профессии. И вот, конечно, ему огромное спасибо. Олег Павлович Табаков, безусловно, потому что он великий человек. Но видели мы его не так часто, как хотелось бы. Он слишком много, у него ответственности и обязанности, но перед ним просто восхищение и восторг. А если спросить вас, какая роль или какой образ Табакова вам особенно как-то запомнился и нравится? Вообще, как говорит мой коллега, актер Дмитрий Палиес, у Табакова не было ни одной провальной роли. Все его работы, даже в самых сомнительных проектах, они все равно были очень яркие и очень точные. Ну, вот, на мой взгляд, это Кот Матроскин все равно, как бы это банально не звучало. Узнаваемость потрясающая. Да, и Кот Матроскин, у него маленькая фигурка, висела на зеркале автомобиля. Он сам любил. Я думаю, что она не зря, да, он когда заезжал, это все время болтался Матроскин, было понятно, что машина Олега Павловича. Я думаю, что для него это тоже была такая какая-то знаковая. Она очень похожа на него, вот, мне кажется. Это такое лукавство, которое у него всегда присутствовало. В любом разговоре он всегда так, да. Еще у него, конечно, голос потрясающий был. И озвучивание незабываемое. А если говорить о нашем Рижском русском театре, вот, представьте, у вас приехали гости из другого города. Что бы вы рекомендовали посмотреть обязательно? Вот у вас есть любимый какой-то спектакль? Ну, Му-Му, вот, я всем рекомендую. Был спектакль Фрова для меня, он был тоже очень, очень хороший. Сейчас я как-то не готов, сейчас нужно весь репертуар. Ну, как Канкун мы должны рекомендовать. Ну, Канкун, да, Канкун, безусловно. Кстати, Канкун – это тот же автор, драматург, который написал пьесу «Метод Грюнхольма», которая тоже практически держится в репертуаре. Столько лет вообще? Да, очень долго, по-моему, четвертый спектакль был или 103, вот не так давно, ну, там, неделю назад. Ну, да, то есть Канкун тоже имеет шанс. Давайте считать, сколько лет Канкун будет держаться. Да, да, он старожила, можно так назвать. Анатолий, а, ну, банальный вопрос, все равно хочется спросить. Какая-то вот мечта о роли есть у вас? У вас очень такая внешность фактурная, да? Нет, мечты о роли нет. Почему? Потому что, может быть, очень хорошая роль, но столько негативных сопутствующих обстоятельств, и тебе эта роль будет настолько в тягости, что, ну, нет, для меня главное – это все равно человеческое общение. Вот режиссер очень важно, чтобы он заражал, был интересен и, конечно же, коллеги. И даже самую банальную пьесу с интересным режиссером можно сделать горячо любимой тебе. Это хороший ответ, очень, да. Это точно. Вот, да, нет, у меня, ну, роли нет. Я столько видел провальных классных ролей, и что, ну, мечтать о таком, ну, как бы, нет. Анатолий, вопрос о детских спектаклях. Вот, вы были заняты в спектакле «Человек с детским акцентом». Да, это же был, вот, для меня это был фантастический спектакль. Вот расскажите. А расскажите, там написано, что вы играли, я посчитала, шесть ролей в одном спектакле. Да, это по Григорию Остеру, если я не ошибаюсь, там было много-много новелл, которые переплетались, как дети во дворе рассказывают истории и начинают потихонечку надевать на себя какие-то надеватели, брать что-то, костюмы какие-то, ну, скажем, атрибуты, чтобы это было наиболее выразительно понятной истории. И страшилки-то, ну, не знаю, это Петров, Сергей, отчество забыл, режиссер. Да, это был наш, мы тогда еще были значительно моложе, это был прям творческий взрыв для нас. Вот, это к тому, что неизвестно, что лучше сыграть. Вот эта работа, я ее помню до сих пор с большой любовью, и более того, даже вот Алена Лаптева недавно приезжала, она в Москве сейчас тоже в табакерке, а мы вспоминали, она говорит, что, ну, это же была какая-то фантастика, вот как это все создавалось. К сожалению, он не так долго прошел, но... А из того, что сейчас есть в репертуаре, например, вот вашим детям, какие спектакли детские нравятся? Дюймовочка, ну, у нас не так много идет «Снежная королева», «Дюймовочка», «Маленький принцип». То есть они все посмотрели? Нет, да, простите, «Бзик», да, не посмотрели, только лишь «Снежную королеву». Стыд и позор. Ну, ничего, сейчас уже начинается зимний рождественский новогодний сезон. Ну, все, мы болеем, то и мы болеем, то, ну, как-то графики все, да, я все никак не мог, я и сам не видел, и дети еще. А скажите... Старший видел, но он в школу ходил, да, все. К Новому году Рождеству, в этом году такая новая форма запланирована в театре, рождественский концерт, да? Что это такое, нас ждет зрителей? Концерт любимых всеми, наверное, известных, может быть, и не до конца известных песен, в какой-то форме. Я там не занят, поэтому мне сложно говорить про то, как это будет выглядеть, но ребята в процессе, и я очень надеюсь, что получится хорошая работа. Ну, это то, что зритель, наверное, хочет вот в новогодние праздники, но немножечко... Праздника немножко? Да, 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 да. Меньше драматизма, больше радости. Напомню, что мы на этой неделе помогаем оплатить лечение двум братьям-аутистам, двое больных детей в одной семье, и наш телефон 93063-84. Он прикреплен к счету в благотворительном фунде BeOpen, где для этой семьи специально открыт счет. И чуть-чуть мы всегда, чтобы наш радиослушатель представлял, что это за характер, что это за ребенок, каких-то вот небольших подробностей. Вот старший мальчик, Раева, 13 лет. Это тот мальчик, который сказал маме, мама, я тебя люблю. И мама вспоминает об этом и плачет. Для нее это, ну, не знаю, это как полет в космос. Это какое-то, да. Десять лет она ждала. Это чудо, это мечта, которая сбылась. И она говорит, что вот этот мальчик 10 лет упорного труда. В три года стало понятно, что что-то непонятное. Вот сейчас ему 13. Десять лет непрерывных каких-то занятий и души, любви, сил, которые вкладывали родители. Сейчас он открытый, дружелюбный, старательный такой, обаятельный. Очень любят паровозы. Отдельные слова. И, как ни странно, мама говорит, я не знаю, но дети-аутисты – это вообще загадка инопланетная. Как это все устроено. Он начал говорить слова одновременно на латышском, русском, английском. Например, мультики он включает, мультипликационный канал на русском. Любимый сериал у него про Мухтара. Про Дашу-путешественницу он, значит, любит. И на английском, а у него Dora Explorer. То есть он начал говорить эти слова. Рисует, занимается какими-то поделками рукодельными. Рисует, очень любит вагоны, поезда. Трамвай старый только. Только старый ретро-трамвай он рисует. И почему-то пингвины. Вот это вот у него сюжеты в его рисунках. И мы встретились, как раз, помните, выпал снег в тот день. И мама говорит, они решили, что вот все, сейчас Новый год. Придет Дед Мороз. Раз снег, значит, Санта-Клаус. И Раева уже вот, у него заказ очень важный, специальный для Деда Мороза. Ему очень нравятся вагоны, паровозы. И он любит, когда его вводят в железнодорожный музей. И там в магазине, где продаются сувениры, он присмотрел, значит, модель вот этого вагона, паровоза. Значит, и теперь вот он мечтает, что Дед Мороз должен ему подарить этот вагон. Ну, то есть, он не просто мечтает. Он уже, значит, сказал там на своем языке. Распланированного уже. Да, сказал, что он с бабушкой испечет пепар-кукос вместе и подарит. В замене этого подарка, да, она кормит этими пепар-кукосами Деда Мороза. Ребенок добрый. Со вторым посложнее, немножко он совсем не говорит, еще вообще не говорит. И поведение у него такое сложное. Он резкий, шумный. Но мама мечтает тоже. Она сказала, теперь у меня вторая мечта услышать, что он мне тоже скажет, Заны, я тебя люблю. Ну, наверное, исполнится. Давайте им пожелаем. Конечно, я думаю, что с нашей помощью это и может исполниться. Вот реально. Люди, пожалуйста, поддержите. Реально, маленькие звоночки. А что потом из этого получается, мы вам расскажем. Мы всегда рассказываем. И знаете, самое-то интересное, то, что ты, когда делаешь что-то хорошее, тебе самому становится тепло и уютно. И ты понимаешь, что ты каким-то образом сделал себе лучше. Ты, может быть, и не заметил, что ты сделал лучше человеку, но себе сделал лучше. А человеку точно будет лучше от того, что они получат терапию. И даже мы делаем, мы же не ждем никакой благодарности за это. Просто, ну, как говорят, как там написано в Писании, да? Сделал добро, отпусти по воде. Куда оно там приплыжет? Конечно, да. А оно все равно к тебе возвращается. Вот вы верите в это, что возвращается? Безусловно, конечно. Мне кажется, только так в жизни и существует. Правда, есть такие примеры, когда зло не возвращается. И все время думаешь, почему же вроде... Но желать этого, безусловно, нельзя. Неисповедимый пути. Как там возвращается? Мы же не знаем, как вообще все это работает. Но добро 100%. Я в это верю абсолютно. С неожиданной стороны иногда, да. Ждать этого не нужно. Конечно, но оно вернется. Да. Да, ждать не нужно, но да, я в этом убежден. Мне, по крайней мере, мне кажется, что все время возвращается. Еще мы не успели задать вам и очень интересный личный вопрос. Вот ваша жена актриса. А как вы познакомились? Где? В институте мы вместе учились и так вот сошлись наши души, тела и судьбы. И мы... Просто вспышка. Верите в такую вот первую любовь? В смысле, как сказать, внезапную? Нет, я думаю, что... Ну, то есть, как годы, они же перетирают все. И ты понимаешь прекрасно, что это твой человек, и тебе с ним комфортно. И тут уже первая любовь ни при чем. Если уже многое пережитое и продолжается гармонично и круто, то все хорошо, значит. И закончить я вот лично хочу еще такой маленькой деталью про наших мальчиков, которым мы помогаем. Вот старший мальчик, который в латышской семье, который смотрит русские мультики, который мешает сейчас... Начал говорить и мешает английские, русские, латышские слова. Вот какая у него любимая песня? Мы спросили у мамы. Мама говорит, вы знаете, Ренерс Кауперс и Марина Кровец. Есть такая песня «Как я искал тебя». Он говорит, вот он готов ее слушать все время. И вот там есть такие слова. Отличное утро, легко проснуться, а кто-то родился и всем удивлен, и я не знаю, как мир устроен. И действительно, вот эти дети-аутисты, им очень сложно. Они не понимают, как этот мир устроен. И вот эти занятия ABA-терапии, они просто дают им как вот ключик к нашему миру. Подпорочке. Да, и это очень важно. А это не разовые расходы для вот таких семей. Эти лечебные мероприятия ежемесячно, много лет подряд. И еженедельно. И когда в семье двое детей, то есть помощь нужна на оплату одного занятия, каждой терапии для одного мальчика. Это 5 тысяч евро на год. На год. 9-3-0-6-3-8-4. Программа наша подошла к концу. Мы благодарим Анатолия Фечина. Спасибо вам большое за то, что вы это делаете, делаете так прекрасно. И вы это делаете, и все наши радиослушатели это делают. И мы просто сейчас, минутка осталась, просим вас сказать что-то такое вот важное всем, кто нас сейчас слышит. Что душа просит? Обратите внимание на близких вам людей. Сделайте им что-нибудь хорошее. Хотя бы просто скажите слово поддержки. И это уже будет, мне кажется, большое дело. И, безусловно, позвоните на номер телефона 9-3-0-6-3-8-4. Пожалуйста. И как мы говорим, в общем-то каждый из нас может сделать этот наш мир немножечко лучше вот такими совершенно нехитрыми своими мыслями и действиями. И себе лучше. Да, да, автоматически. Как мы сегодня решили. Спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто нас слушал сегодня. До встречи через неделю.